Всем привет! Сегодня у нас четверг. Я на курсы иду. Как всегда. В принципе, да? Да иду сейчас выпрашиваться по ходу. И всё. Суббота у нас уже скоро, курсы скоро заканчиваются. Тут же праздник начнётся несколько дней. То есть, уже получается май заканчивается. Какого числа? 15 июня последний день курсов. А там же получается одна из недель. Ну, практически одна неделя нерабочая. Поскольку там же Байрам. Попадает там 3 или 4 дня. В общем, неделя выпадает курсов. Нам осталось заниматься. Эта неделя следующая. И всё. И будем там уже сдаваться. Уже будем заканчивать все эти дела. И курс А1 я закончила. Надеюсь, нам всё-таки дадут сертификат. Стипендия нам, как говорится, не положена. Но сертификат будем надеяться, что дадут. А затем я иду на курсы А2. То есть, следом они буквально там, то ли с 25-го начинаются, что-то такое. Сразу А2 начинается. Жарко, очень жарко. Сейчас очки достану из сумки. Я сейчас... У меня ещё есть буквально 5 минут. Сейчас, наверное, зайду в Бим, что-нибудь гляну. Из фруктов хочу, может быть, возьму себе яблочко. Если там оно есть. Поскольку там такого нет разнообразия, допустим, как в других маркетах в Биме. Но сейчас пойду гляну. В основном там как-то больше овощей. А если есть яблоки, то они в лотках запаяны. Зачем мне? Мне в сумку не войдёт. Так что вот такие вот дела. Привет. Вчера сходила на курсы. А сегодня, следующий день наступил. Пятница. А Диануська идёт. Я её встречаю. Привет. Чё расскажешь? Плохо всё? Сказала, ничего такого, блин. Заходи. В общем, Диануську я тут пытаю, пытаю. Она мне сказала, что сложная была, да? Контрольная по математике. Контрольная была не такая уж и сложная в прошлом. Получили, самая высокая оценка была в 70. А теперь тут на высоту, товарищи, ты ходи, это контрольная гораздо сложнее. О чём вы, дети, думаете? А Диана в восьмом классе ещё сложнее, чем в этом, представляешь? В восьмом классе мне настолько сложнее, там всё одно и то же, я считаю, потому что там не забыть сложнее. И Диануська здесь говорит, надо настроение повышать, будет смотреть. Она повышает, она повышает себя настроение мультиками, симпсонами. Ну, не только симпсонами, смешарики, губка-боб, это чё все. Смешарики, губка-боб, ясно. Я замыкнула. Дианусик, ну, а по поводу язерлыка, ты готова? Сейчас же она пойдёт через полчасика. Я сказала, Сила, зачем на него готовится? А как? В смысле, что? Типа, я такой неважный отмет, зачем на него готовится? Здрасте, но он же тоже делает погоду в доме. Я ему рассказывала. А Эмре такой говорит, если он такой лёгкий, почему я не могу получить 90, а получаю 60? Ну, тоже. Он не такой же лёгкий. Понимаешь, заманшала сразу. И тоже делает погоду потом в этом. Да, он точно делает погоду, если в нём будет низко, то... В табеле. Чипер, может, и не близко будет. Вот, и шикюра не будет. А мышь, в этом году ты шикюра, а на следующий год мы же идём, с Дианкой договорились, на Тагбир. Будем целиться. Я сомневаюсь очень сложно, потому что у меня проблема с чем? С историей и материном. Нет, Диана, я надеюсь, учитель сменится. Этот учитель немножечко некомпетентен, но он уйдёт. Мы в табеле одну страницу исписали за весь год. Вы вообще серьёзно? Да, это правда. Это ужасно, потому что, вот, к примеру, как я могу про тебя училась, я понимаю, из тетради, по английскому там слова из тетради, по математике, по биологии, ты будешь там формулы всякие, по биологии, ты будешь с науком, и учишь таблицы, вот эти все, там, и так далее. А тут что учить? Тут просто, я не знаю, тут нечего учить. Что мне учить? Что готовьтесь, что готовьтесь, человек, ну, в общем, сложный учитель, будем надеяться, что на следующий год он сменится, это тебе будет легче. Будем надеяться. Давай у тебя посмотри своих Симпсонов, а я сейчас немножко здесь подмарафечу по сутку. Дуська, у неё закончился обед, она уже шурует. Нет, останешься дома, Дианка, осталось учиться вообще, несколько дней, несколько дней учиться. Два дня, а точнее один, даже половина. Ну, так вот, сегодня, и ещё в понедельник, и в понедельник пойдёшь в школу, и в принципе всё, а потом уже, когда мы вернёмся, ещё пойдёшь, там останется одна неделька, уже, наверное, получишь свои документы. Я не буду сегодня работать, я буду в пятницу. А, ну, в пятницу пойдёшь. Что там делать, там бейнорог не проводят, не записывают тебя, и тебя есть. Ну, всё, пойдёшь и тебе там, как говорится, уже получишь документ, всё, всё стонет, всё стонет, каждый день я слышу. Не хочу идти, не хочу. Не хочу. Я не задыка, боюсь больше математики. Вот это случайно. Не боись. Не боюсь. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я тебе кучу, подбираю для тебя массу плохих слов. Пиши хорошо. Так, пошла Дианусичка моя. Пообиделась. И пошла, пошла, пошла. Давай быстрей, быстрей, Диана. Так, а что у меня? А у меня... Нет, балкон я не буду мыть. Глянь, всё высыхает. Вчера поливала, а сегодня, гляньте, лимошки зарождаются. Видите уже какие? И вот сколько? Два, да? А вот эти что? Все поотваливались? Их сколько было цветений? И не прижились. Вот один. И вон второй. Все, сейчас опять нужно глянь, аж потрескалось. Не, ну я понимаю, что здесь, конечно, земли очень мало. Поэтому что-то не трескаться. И начинаю я сейчас. Легкая приборочка. Сегодня же пятница. Сегодня очень жарко, хоть и не солнечно, не солнечно. Но воздух, огонь. Кипяток. Стул. Это, видите, стул, с которого я благополучно упала. А это коты разбросали тапки балконные. Ох и коты, ох и коты. Кстати, надо их постирать будет. Они что, уже не нужны? Потому что в них жарко. Видите, калачик какой шикарный, шикарный. Этот уже отсвел. Нужно пособирать. Отсвелшие. А то они осыпаются. И потом даже ветром не заносит в квартиру. Я же не планировала балконнуть. Видите, какая? Ох. А тут калачик, вот этот калачик, менее шикарен. А что вы тут, друзья, товарищи? Ты проснулся? А какого ты проснулся, Рюзгар? Помог здесь, да, моя котя. Ты спишь? Да, видишь, как у меня пахнет цветами, калачиком пахнет. Да, 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 унюхала, 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 да? Моя котя любимая. Моя такая, ой, такая вот зарарлая, вредливая, вредливая. Она какая-то такая маленькая. Ну, понятно, что Рюзгар-код гораздо больше. Она вообще, она даже как кошечка маленькая. Но ей где-то как... Когда тебе будет годик? Когда? Ты помнишь, когда ты родилась? Где-то либо в июле она родилась, либо в августе. Вот я что-то этот момент упустила. Ну, я помню, как ты появилась на балконе. Там было еще четыре котенка, и ее кто-то подбросил. И она, знаете, была такая... Те были такие какие-то боягузы медлительные. А эта пронырливая, такая, помню, была грязная. Но такая проныра стояла там, мягкала. Я еще и когда тогда увидела на балконе, она появилась. И я на нее смотрю и думаю, боже, ты такая страшная. А сейчас вот уже отошла. Да, котя? Ладно, спи, я пошла. Сейчас как включу пылик, сразу за холодильник. Она там за холодильник забегает и спит. Ой, Дианка меня вынудила, понимаете, просто заставила выйти. Говорит, так, короче, выходи. Пойдем, короче, сходим в магазин. Ну, я вот это вышла. Честно говоря, и не охота была, поскольку мне там... Я же как всегда вожусь на кухню. Сух там затеяла, бульон был. Она нет, нет. Что тебе трудно, что тебе трудно. Пошли. Кручи. Опа. Где Анатолька, я не знаю. Не слышала звонка, я прозвенел. Нет. По-моему, нет. Сейчас посмотрим. Так, а что я сюда? Вы уж, наверное, в бимбы пошли, на другую сторону. Ну, ладно, тогда пройдемся. Говорит, не забудь, не забудь, не забыла. Деньги мои, говорит, не забудь. Сколько там денег? Я не знаю. Да, вот Дианка, говорит, ты меня будешь ругать. По математике низкий балл. Сколько, Диана, а звуть? Хорошо. Я сначала скажу, которые просто дети. Самый высокий человек, который получил после самую высокую сутку, была Мэри. У меня было 42 балла. 42, а у тебя? 35. 35, а у Дианки 35. Боже мой, Диана, а о прошлом полугодистке? В основном у всех, у того Геркина, по-моему, было где-то 40. У Мэмэта было 25. Рыдал, как я не знаю, что. У кого? Мэмэта. Ага, ага. Да он пока все контрольные рыдает. Там все контрольные проходят, сзади не пропустил, рыдают. Это ж зачем? А в прошлом полугодии сколько у тебя было по математике? 60. А у меня проект меня вытянет на 70. 60? У меня где-то будет 65, и меня он вытянет. Слабо, Диана, очень слабо. Я не виновата, слушай. Так, конечно, ты не виновата. Мама, в прошлом полугодистке у нас оказалась на 70 по математике. Слушай, у меня здесь баллов не хватает. А тут самая высокая, 42. Что можно договорить дальше. Ой, а что по я за рлыку? А, по я за рлыку, блин, я не знаю. Громче, громче, а говори, не в землю. Тоже не очень, потому что... А чего, а что там было? Я не знаю, он только позагорал у всех раньше времени, я не успел списать. А что надо было делать? Значит, было слова в разброс, создавать нужные из них предложения. Ага. Было потом задание, как ты идешь со школы домой, писать как бы как картину, книгу. Ой, не книгу, а писать как будто бы ты картину описываешь, что ты сказала. Деревья были зелеными, когда я шла со школы, вот такое. Вот. И надо было написать сочинение, каким по-вашему должен быть учитель. Еще было одно задание, я там как раз его тоже не дописала. Я не дописала сочинение про учителя, и не дописала, как вот это... Блин, да я не успела, я забрал ранее, у меня 60 баллов. 60? Угу. А в прошлом? 70. Господи, Дианка. Я думаю, на 65 выйду. На 65 выйду. Ой. Я делаю уроки, видите, сила, домашнее задание. Потому что преподаватель на нашей детстве в системе делала, я уроки не делала. Я уроки не делала. Продолжу без вас. Ой, мне вот это нравится, уже в который раз смотрю. Папа с сыном разговаривает, папа говорит, что он заболел. Там такая тема. Папа с сыном разговаривает, что он заболел, что его уже посадили там в поликлинике на инвалидное кресло. Сидит, 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 сидит. Весь такой больной насквозь просто. И я выполнила, у нас была тема 7. И вот видите, у нас последняя остается тема 8. И вот мне нужно ее пройти самостоятельно, поскольку на следующей неделе мы будем отсутствовать в Хаттайе. А на следующей неделе, в субботу, у меня же экзамен. И вот мы с преподавателем договорились, что она мне сказала, изучаешь самостоятельно. А в понедельник, вот сегодня у нас что, сегодня пятница, в понедельник я еду ей отвечать. То есть дам экзамен не со всеми, отдельно. Поэтому сейчас начинаю то, что будет на... Тема что у нас? А, Байрам, она говорила, праздник. Я открываю то, что будет на уроке. Сейчас все пройдусь. А потом сделаю домашку. Здесь у нас дом. И какие комнаты есть. Все, да? Чуджу-коды, удосы, мотфак, баню, витуалит. Туалит. Так, мне нужно брать и все-таки это записывать. Поскольку я когда пишу, понимаете, мне так лучше запоминается. Дошла наконец-то я до праздников. Так, мне, наверное, вот это нужно сфотографировать. Что она будет спрашивать, какие праздники существуют? Не знаю. Спасибо. 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 Спасибо.